ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Будьте достойны героических предков! Казахи-кочевники в походе применяли методы передвижения традиционных перекочевок. Для которых были характерны большая мобильность, способность к длительным переходам, интенсивная проходимость по пустынно-степной территории. Организационная структура казахских кочевок, так же как и походные движения ополчений, состояла из трех основных частей. Впереди шли разведчики. За ними двигалась основная масса народа, а затем многочисленные стада. Военно-тактическая организация и способ действий казахских кочевников во время войны были во многом точной копией действий отрядов барым-тачей и туркменских аломанщиков. Для воинского искусства кочевников был характерен постепенный ввод в ход сражения крупных боевых единиц. Первым в бой вступал авангард, осыпая противника стрелами. Его задачей было расшатать, проверить оборону противника. Казахи обычно наступали конным строем лавой. И основной целью передового отряда это было проломить или опрокинуть врага по фронту. Если это не получалось, то в бой вступали мощные копьеносы. За ними в бой вступали сабельщики и воины, вооруженные палицами и дубинами. При численном превосходстве, используя маневренно-мобильные качества конницы, полководцы старались охватить фланги с целью окружения противника. При неудачном первом натиске кочевники быстро отходили и перестраивали боевые ряды войска для новой атаки. В данном случае казахи, разделившись на несколько крупных группировок, с разных сторон нападали на врага, пытаясь дезориентировать его и скрыть направление главного удара. Такие казахские военные приемы сохранились вплоть до середины 19 века. Беспрерывные маневры и нападения приводили к расстройству боевого построения противника. Неоднократно намады применяли такой постоянный прием, как атака по одному флангу и тылу. Обычно после такого массированного удара ряды боевых подразделений неприятеля смешивались, и его командование теряло контроль управления войсками. Тактика между степняками между собой в битвах и тактика степняков с оседлоземледельческими населениями, с войском оседлоземледельческих городов, они разнятся. Во втором случае, когда степные конные войска воюют против пехоты, главное их что? Разбить строй. Охватить по флангам или заманить в засаду притворным бегством. А если численно превосходящие силы приходят, то это, конечно же, битва на марше. Притворным бегством уводить дальше вглубь степей. Этот тактический прием называется толгама. Он предусматривал охват фланга противника с выходом в тыл и нанесением массированного лучного удара по его построениям. Это подтверждается и самим происхождением термина, который образован от тюркского глагола толгамак, то есть окружить, обвернуть, обратить, кружить, крутить. Великое искусство в бою казахов – это самая толгама. Ни одного боя не бывает без толгамы. Бабур Давайте подробно рассмотрим тактический прием толгама на примере сражения у Ходжа-Тарзана, 1501 год. Войска кочевников Дэш-Текипчак совершают охват левого фланга тюмуридских войск, вынуждая их начать спешное перестроение. В результате боевой порядок нарушается. Отборные тюмуридские войска авангарда оказываются на правом фланге и не участвуют в схватке. Когда ряды сблизились, враги стали заходить краем правого фланга к нам в тыл. Тут я, Бабур, повернулся к ним фронтами, и наш авангард, куда были записаны все наличные егиты, видавшие битвы и рубившиеся мечом, оказались на правой руке. Перед ними не осталось ни одного человека. Попытки тюмуридских войск контратаковать. Все же мы отбили и оттеснили врагов, вышедших вперед, и прижали их к центру. Повторный охват кочевниками левого фланга тюмуридских войск с выходом в тыл. Лучная атака с фронта и с тыла. Попытки тюмуридских войск, включая авангард на правом фланге, контратаковать, не приводит к желаемому результату. Правый фланг врага, потеснив наш левый фланг, зашел к нам в тыл. Так как наш авангард тоже остался на правой руке, то наш фронт оказался оголен. Люди неприятия напали нас спереди и сзади, и начали пускать стрелы. Мы несколько раз нападали на противника и с боем оттесняли его. Наши передовые тоже ходили в наступлении. Лучная атака кочевников с тыла на ставку Бабура. Атака на тюмуридские войска с фронта и с тыла. Бегство тюмуридских войск. Люди, которые зашли к нам в тыл, также приблизились и начали пускать стрелы прямо в наше знамя, в сторону ставки командования. Они напали спереди и сзади, и наши люди трогнули. В случае необходимости кочевники могли повторить маневр удара во фланг и с выходом в тыл противника. Тяжелая панцирная конница тюмуридов не могла их контратаковать, так как легкие всадники спокойно отскакивали назад, затем вновь возвращались на поле боя, не забывая осыпать противника стрелами. Вот под этим непрерывным маневром и ливнем стрел и так не очень дисциплинированные среднеазиатские войска при выполнении непредвиденных маневров смешивались, перестраивались. В конце концов эта масса превращалась просто в толпу, и потому под ударами кочевников они отступали. Главным же при применении приема толгома, так и, впрочем, и хоровода, это был беспрестранный ливень стрел. Никакого таранного удара, как утверждают некоторые современные авторы, в источниках не упоминается. Наоборот, при совершении маневра сабельный или рукопашный бой не отрицался, но, по сути, и не поощрялся. Впрочем, о хороводе – это еще один тактический прием кочевников. Он применялся как в раннем, так и в позднем средневековье, и даже в новой истории. Это оригинальный кольцевидный строй кочевников для ведения лучного боя на средней и малой дистанции. Хоровод представлял собой замкнутое, вероятно вытянутое вдоль вражеского строя, кольцо конных лучников, поражающих врагов стрелами на полном ходу. Учитывая скорость стрельбы из лука, можно с большей долей уверенности утверждать, что воин-степняк, проносясь вдоль строя противника, выпускал по врагу не одну, а две, три и более стрелы. Особое значение имел тот факт, что каждый лучник мог выбрать для себя максимально удобное расстояние и положение для стрельбы. Влево-вперед, влево-вбок, влево-назад. По этой же причине вращающееся кольцо всадников не могло быть широким. Чтобы не мешать друг другу прицеливаться и стрелять, конники должны были двигаться в один или максимум в два ряда. Несмотря на кажущуюся простоту, данный тактический прием был достаточно сложен в исполнении, требовал от лучников высокой точности движения, координации и дисциплины. Поэтому воины, участвующие в хороводе, были разделены на отдельные небольшие отряды, десятки, по главе с вожатыми, точно знающими положение своего подразделения в строю. Кочевые народы использовали различные формы и приемы ведения боя. То есть они могли и не строиться в те правильные тактические порядки, которые использовали их противники. То есть для кочевников в военном деле, в военном искусстве, это маневр. То есть использовать рельеф и местность, как они могли или планировали. То есть в данном случае любое боевое столкновение – это планируемое действие, как той, так и этой стороны. Так вот, тактически степные полководцы постоянно переигрывали полководцев ассортимедических государств, когда сражения происходили на открытой местности. Потому что вот этот вещь, рабочий ландшафт местности, они заранее готовили. То есть заранее прекрасно понимали, какой природный ландшафт им предстоит, где будет это боевое столкновение, и как можно использовать те или иные тактические позиции. В данном случае они очень хорошо освоили вот это рабочее пространство. Именно бой на открытой местности. Когда им приходится сражаться на открытой равнине, а враги находятся от них на расстоянии полета стрелы, то они вступают в бой не в строю, а изгибают войско и носятся по кругу, чтобы тем вернее и удобнее стрелять во врага. Среди таким образом по кругу наступающих и отступающих соблюдается удивительный порядок. Гербенштейн, посол в Москве, XVI век. Главной задачей их хоровода – это было нанесение максимального урона противнику в дистанционном бою. Оригинальный строй проносящихся конников позволял обеспечить то, что с ужасом называли хронистые оседлоземельедческих народов ливнем стрел. Потому военные степные военачальники проводили этот тактический прием на максимально близкой дистанции к построению противника, что позволяло лучникам бить практически в упор, нанося чудовищный урон как и живой силе противника, так и его коня. Все это вместе вызывало либо панику у противника, либо провоцировало его на неподготовленную атаку, либо вообще заставляло бежать с поля боя. И это был не последний тактический прием кочевников. В условиях доминирования в военном искусстве дистанционного боя казахи добились больших успехов в деле изготовления саадаков и мастерстве лучной стрельбы. Искусственно сделанные из березового дерева крепкие стрелы и тугие луки перечислены среди наиболее ценных оружейных трофеев, захваченных узбеками у казахов в ходе военных кампаний начала 16 века. Они же импортировались в Сахнак со стороны Дэшта. Характерной чертой тактического искусства кочевников Дэшта-Кипчак 15-16 веков было разделение армии на поле боя на несколько частей полков. Самым простым развернутым построением был трехчастный строй. Ну и, конечно же, структура степного ополчения – это традиционный центр. По правую руку, по левую руку. Омкул, Солгул, Барунгар, Джунгар, Голл. Центр называется. Ну и могло, конечно же, и по фронту, в глубину иметь какие-то резервы. Во втором варианте построения к центру и крыльям добавлялся арьергард, который российские переводчики часто именуют «засадой». Оба войска стали лицом к лицу. Когда строй установил засаду в центр и крылья, с поля боя поднялась пыль от копий. На практике арьергард степной армии представлял собой резерв. Такой резерв нередко выделялся даже при наличии у степного военачальника лишь нескольких сотен воинов. Выстроил войско с другой стороны счастливый шах Мухаммед Шибанихан. Войско у него 200 человек. Все богатыри. Когда с обеих сторон развернули ряды, с обеих сторон широко раскрыли к двери ненависти. Когда устроили фланги и засаду, от каждого потребовали проявление доблести. В некоторых случаях арьергард мог быть двухчастным и делиться на резерв и засаду. В третьем варианте построения к центру, флангам и резерву добавлялся авангард. Интересно, что даже в конце 16 века узбеки возводили данный вариант построения войск к воинской практике эпохи Чингисхана. В соответствии с тем, как это было принято у Чингисхана, выделили правое крыло, левое крыло, центр, арьергард и часть, которая должна быть в засаде. В современной научной литературе утвердилось мнение, что авангард кочевников состоял из легковооруженных всадников, задачей которых было завязать бой, затем отступить к основным позициям, увлекая за собой противника, подводя его под удар флангов или центра армии. Но в источниках 16 века, например, упоминается следующее, что авангард армии состоял из отборных джигитов и бахадуров, а в армии Тимурида Бабура к авангарду и вовсе были приписаны лучшие бойцы армии. Наконец, самое дробное построение степных армий приведено Муллой Шади при описании сражения армии Мухаммеда Шейбани Хана и Махмуд Султана, второго сына казацкого Дженебек Хана, на перевале Согун-Лук. Сошлись оба громадных войска со всех сторон на Согун-Лук-Табане. Строй против строя, как горы. С обеих сторон вышли вперед караулы от обоих войск. В каждом войске точно установили правую и левую руку. Место засады – центр, крылья. Таким образом, в данном строе каждый фланг состоял из двух частей – руки и крыла. Скорее всего, речь идет о наличии в построении Ханбула – специального отряда, представляющего собой фланговое хранение и служившего для предотвращения охвата крыла армии противником. Ханбулы широко использовались с Тимуром и хорошо зарекомендовали себя в ходе сражений со степными армией Токтамыша. Местоположение того или иного родового отряда в строю в центре на флангах было закреплено традицией. Наиболее почетными считались воинские ряды на переднем краю фланга армии, который в ходе сражения начинал маневр Тулгама. На правом и левом фланге Могулов постоянно происходили раздоры между родами Чарас и Бекчик из-за того, кому выходить на край. Из-за того, кому выходить на край, они, Беки родов, дрались, обнажая друг на друга саблей. В конце концов, кажется, решили, что в кругу для облавы выше будет стоять один и в боевом строю на край будет выходить другой. Бабу. То есть постоянное маневрирование. Дело в том, что линейный строй оседлоземельческих армий, они двигаются только по заранее определенному тактическому заданию. Строй они не могут нарушать. Они двигаются определенной правильной формой. Как только они нарушаются, вот этот линейный их строй, сразу же происходит замешательство. Потому что эта армия, она идет только по одному, допустим, тактическому заданию. Достичь противника, преодолеть его сопротивление и в конечном итоге его разгромить. У Кочевников несколько иная была тактическая задумка. Они могли не приближаться к противнику. То есть без сближения с противником они могли наносить ему поражение на расстоянии. То есть они могли несколько дней его держать в определенном таком опасном напряжении, постоянно его обстреливая. Вот этот инцинсивный обстрел позволял им достичь самого главного. Они противника могли тем самым обессилить, днем и ночью обстреливая его. То есть они могли ранить животных, лошадей, людей и, собственно говоря, изнурять его. И к какому-то определенному этапу боя, собственно говоря, это уже было не войско, а масса людей, которые не могли уже, собственно говоря, выдерживать вот эти атаки. Анализ построения казахской армии конца 15-го, начала 16-го веков на поле боя свидетельствует, что оно представляло собой вариант традиционного для тюрко-монгольских кочевников строя хилял. Последний представлял собой полумесяц, обращенный рогами, флангами к противнику. Именно такое построение войск применял хан Токтамыш с Тимуром в сражениях у Кондурчи и Терека. Главными отличиями казахского строя конца 15-го, начала 16-х веков от классического золото-ардынского хиляла конца 14-го века было наличие мощного резерва и фланговых охранений. Возможно, эти элементы получили развитие в военном искусстве кочевников Дэшты-Кипчак под влиянием противоборства с Тимуром и его преемниками. Перед началом сражения степные военачальники выстраивали свои отряды по полкам, выделяя центр, фланги, крылья, резерв, авангард, и так далее, и так далее. Определяли их командиров. Нередко сражения начинались с единоборства. Видные молодцы, одетые в железо, вступали на ресталище доблести. Разные витязи, вызывая друг друга, выходили на поле боя. Большое сражение открывалось атакой конниц. Столкновение армии кочевников частым явлением был встречный бой, когда противоборствующие стороны пытались сразу же сломить наступление противника атакой своих конных лучников. Воздух над полем битвы пронизывали тысячи стрел. На флангах словно длинная плеть разворачивалась Тулгама. А в центре схватки начинали свое вращение смертоносные хороводы. В большинстве случаев степные полководцы практиковали постепенное введение полков в схватку. Обычно первым в бой вступал авангард. За ним крылья и центр. Резерв или засады вводились в бой в решающий момент сражения. Однако известны случаи, когда сражение открывалось большим маневром всей степной армии, начинавшей выполнять фланговый охват войска Тулгама. Над отрядами кочевников Риэли Бунчуки и знамена с цветными полотнищами. Каждый отряд устремлялся на противники, выкрикивая родовой и боевой клич «Ран», который не только поднимал дух воинов, но и позволял отличить соратников и союзников от врагов. В ходе атаки родовые ураны сливались в оглушительный рев, который производил исключительное психологическое давление на противника. Кому не приходилось выдерживать атаку азиатских полчищ, тот не может даже себе представить того действия, которое производят на нервы эти нечеловеческие звуки. Генерал Черняев. Роль лучников в степи, хоть и оставалась доминирующей, но постепенно начала снижаться. Здесь на первый план стали выходить умения полководцев грамотно, координированно, эффектно и эффективно управлять войсками, как спешенными стрелками, так и лучными и копейными конниками. Поэтому и тактика в степи начала меняться. Благодаря этому казахско-узбекские войска в 1643 году одержали победу в так называемой Арбулакской битве против Джунгара. На следующий год, в 1644 году, нагайцы и черкесы таким же образом разбили калмыков в горах Северного Кавказа. Северного Кавказа Редактор субтитров А.Семкин